Это в Брабурной марше. Кухня была с мебелью. Видела, что папа умер. Книги читай, да? Да. Ну да, носила маленькая. Спасибо вам большое. Какой слегик. Я очень рада. Спасибо вам большое. До сих пор найти мы не можем. Всем большой привет. У нас хорошие новости. Новое новоселье. В новом районе Изумрудный называется. Здесь девятиэтажки, пятиэтажки. Рядом с Невским. Вот так получилось, что только вечером мы смогли поехать на новоселье. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Тетя Оля. Но мы еще малые знакомые. Один раз только помогали. Да. Лифт. Работает. С музыкой. Прийти в утром играет такая лирическая, после обеда в бравурной марше. Чтобы народ уже проснулся. Ух ты. Ничего себе. Мы зашли в эту дверь. А мы шли в эту сторону. Лифт с двумя дверями. Интересно, да? Первый раз такой вижу в подъезде обычно. Заходите. Кобака. Она. Кобака. Ну я же забрала свою. Не разувайтесь. Я сейчас все равно. Заходите. Не разувайтесь. Проходите. Тетюль, давайте по порядку нам покажете. Давай. Какой котик. Проходите. Ну вот квартира, двухкомнатная. Это прихожая. Здесь спальня, но пока еще она у нас пустая. На чемоданах, да? Да. Ой, здесь обои, да? Ну, квартира, да. Квартира полностью. Заходи, живи. Потолок натяжной. Потолки натяжные. Плафоны тоже были. Все было. Хорошо. Вот. Это противопожарная система. Да, хорошая, да. Вот. Ниша. Зайдите, ляньте. Здесь покраска. Здесь просто краска. Вот видите, она там еще... Ниша сделана, да? То есть потом можно, в принципе, как или кабину душевую сделать, или так и будет. Но здесь краска водостойкая, сказали. Ну, хорошо. Будет такие, да? Вот это зал. Какая собатика? Вести собака. Он у нас завешан, потому что кошка маленькая, она постоянно царапается, чтобы не порвала обивку. Как зовут? Сара. Сара? Сара. Это у нас Сара. Сара, Сара. Сарюша, это у нас гости. У нас гости. Видите, вся прилично. Можно видеть с окна посмотреть? Можно. Два окна здесь, да? Да, без два окна. А, да. Ну, это... Сара, гости, блог. Да, ты хорошая. Смотрите, тут... Это тоже детская площадка. Ну, ну, чего там у вас? Плохо видно уже, но все равно. Дом напротив. Это же хорошее. А это окно детскую площадку тоже. Сара, книги читай, да? Одинаковые обои, да? Ну, спальня, зал, да. Кухня, коридорчики. Немножко отличаются, но похожи, да? Да, они более такие. Ну, вот кухня, проходитель. Это наша Бася. Покажите нам, котика. Это наша Бася. Бася? Бася. Бася, Бася, Бася. Ну, да. Она носила маленькая. Кухня была с мебелью. Уже с мебелью? Да, вот это вот все полностью. Ух ты, если на что я покупала, это холодильник, стол и табуретки затяжут. Это там же тоже Бася. Кухня была уже обостроена была. Да, вот мы зашли в квартиру, вот это все было установлено. Хорошо, хорошо. Первый раз мы встречаем, чтобы кухня была. То есть, получается, вот ничего, кроме стола и холодильника, я на кухню не покупала. Вот это все было. Печка все. Ну, вот же, тоже застекленная. Да. Ну, мы очень рады за вас. Спасибо. Мы тоже рады, что наконец-то крыша над головой появилась. А это мы вам дали много бассейна. Ой, спасибо вам большое. Рады, что вы пледик. Спасибо. Поверя вам. Какой-то будешь напухать в кастрюльку. Ой, вот большое вам спасибо. Вот такой-то блюдик для меня. Я очень рада. Спасибо вам большое. Все, кто помогает. Все, кто помогает. Ну, и, конечно же, по набору. Это кто был набор. А, кто был, кто был. Вот и что ты держал. Сейчас еще набор лучше не было, конечно. Мы помогаем всего второй раз тетёле. Она тоже смирно. Спасибо вам большое. Мы рады за вас. Спасибо, что вы не бросаете нас, что помогаете. Пожалуйста. Пусть у вас здесь будет долгая, счастливая, мирная жизнь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. История трудная у тетёли. Не стало мужа, папы. Муж вывез 2 марта. Я была у подруги на проспекте Металлургов. Отец выезжать отказался. Вот, поэтому муж остался с ней. Они там были вдвоём. Два раза он приходил. Там продукты нам. В своём доме, если-таки в подвале, продукты были. Он картошку там, соленья приносил, чтобы мы не голодали. 30 марта он обещал прийти. Но так никто и не пришёл. И вот 11 апреля я сама пешком пришла домой. Я видела, что папа умер. Где муж? Я до сих пор. Сказали мне, что он погиб. Но где он похоронен, до сих пор найти мы не можем с дочерью. Результатов ДНК ещё нет. Потому что погибших много. Вот отца похоронили. Так что дом без окон, без дверей. Татьяна, а как так получилось, что вам быстро дали квартиру? Вы быстро документы подали? Ну, да, мы подали документы сразу. Подали мы документы сразу. Вот это квартира дочери. У дочери был свой дом. Её дом полностью сгоревший. Получается, что... И в принципе, она в течение даже меньше года прошла. Ей предложили мне на выбор несколько вариантов. Она остановилась на этом. Вот нам дали квартиру. Но мы рады, что вы в числе тех, кому спередаете. Мы тоже очень рады, что мы в числе тех, кто... Как давно дали квартиру? Квартиру дали ордер 29 июня. Но заселились мы, может быть, через месяц, потому что пока мебель хоть какая-то. Вы здесь живёте? Да, теперь я уже постоянно проживаю здесь. Нравится вам район, квартира? Да, нравится. Единственная проблема, транспорт очень редко ходит. Пока ещё? Пока ещё, да. Мало маршруток? Мало очень маршруток, редко ходят, приходится пешком идти. Вот это проблема. Ну, наладится, наверное. А магазины здесь есть? Нет, нет. Магазинов тоже близко нет. Вот небольшой поставили магазинчик. Ну, хотя бы хлеб, вода. А так, да, надо ехать. На несколько потихоньку магазины открываются. Ну, будем надеяться, что со временем жизнь наладится. И транспорт пустят больше. И магазины будут, так что... Хорошо, хорошо, да. Хорошей жизни здесь. Спасибо. Мы прощаемся с тетёлей. Всё, до свидания. До свидания. Спасибо ещё раз большое всем. Пожалуйста. Всего хорошего. А вы до этого в доме жили, да? Да, частном доме. Привычка у тех, кто в частном доме, провожать на улицу. Кто всю жизнь живёт в квартирах, они провожают до двери квартирной. Потому что есть опасность, что вы нажмёте на первый этаж и заблудитесь. И вы подплываете от нас первого этажа, вы попадёте на лестницу, и надо бы по лестнице спуститься, выйти с другой двери. То есть этаж должен на нуле. Зашли с одной двери, выходим с другой. Для чего так сделано? А потому что вход в лифт, это шапка. Здесь квартира, то есть, то есть, то есть, пожарно. Кроме лифта здесь ничего нет, почтовые ящики. А выход на квартиры в другую сторону. Если, допустим, лифт не работает, то вы находитесь сюда. Ступеньки здесь, да? Идёмте, я вам покажу. Необычная планировка. И вот на ступеньке они получаются. И вот эта вот серая дверь, это уже в блок, заходишь в блок, где она. И находится пять квартир. То есть, попадаешь сначала на площадку, где лифт, и там заходишь в общий коридорчик, и пять квартир. Получается, у людей из квартир выход на лестницу? Да. И только отдельный блок на лифт? Да. И вот, видите, на лестнице, вот это отопление, то, что батарей стоит. Людей много здесь живёт? Ну, ещё не так много, но переезжают потихоньку. Переезжают, да? Вот, вот, светятся окна, это подъезды. Это подъезды, да. На сколько процентов заселены дома в этом районе? Ну, это зависит, кто как ордера получил. Которые, вот, первая линия, они получили, вот, пятиэтажка, когда-то, девятиэтажка, они получили в феврале. Там, наверное, процент относились, это не застелены. Вот, ну, вот эти дома, это, вот, в июне, в июле люди получили ордера, наверное, заезжают, вот так, чтобы уже постоянно проживали, ну, наверное, процентов тридцать. Пока ещё мало, но заселяются. Заселяются, заселяются. Мебель, да, что-то перевозят? Да, ждёт мебель, потому что спрос, видать, большой. Везут, в основном, в Ростов, я не знаю, куда они везут. Вот, потому, можно и месяц ждать. Месяц ждать мебель, если заказала? Да, если поглажаю. Ну, хорошо, тётя, до свидания вам. До свидания, спасибо. Пожалуйста. Благодарю сердечно всех добрых, замечательных людей, которые принимают участие в этом деле. Спасибо вам большое. Пусть у вас будет всё хорошо. Желаю вам счастья, здоровья и всем пока-пока.